Узнали все артикли, потому что мы добрали ещё один артикль для неисчисляемых. Один вариант – это когда мы используем просто определённый артикль, который на «le» «le fournage», «la limonade» или «le» – усечённый. Это когда конкретный сыр, конкретная вода, конкретный лимонад. Дай мне сыр, порежь сыр. Но второй вариант, который нам нужен – это частичность нужно отразить. Сыра, воды, налей лимонад, дай. Родительный падеж в русском языке для этого используется и фактически родительный падеж для этого используется во французском. Только там не падеж, когда слово падает и на конце у него какое-то другое окончание, а предлог. Предлог «de» делает вообще-то родительный падеж, и мы его и используем. Тут только надо помнить, что «de» плюс «le» не бывает. «de» плюс «le» сливается, получается «du». Арифметика французского языка. И получается «du'fronage», «de l'eau» усечённый, да, тут, и «de la limonade». То есть мы как будто не говорим первое слово из словосочетания. «Coupé», «порежь». «Порежь» там сколько-то сыра. А просто говорим «сыра». «Coupé du fournage». «Donne», «дай», «порежьте», «дайте». «Дайте бутылку воды», да, или «сколько-то воды». А мы просто говорим «воды». «Donne de l'eau». И французский язык, когда мы берём предлог «de» плюс определённый артикль, он это называет особым видом артикля. Это «le article partitif», частичный. Частичный артикль специально для этих существительных, неисчисляемых.